Весы, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас видеть на своем канале и в текущем видео я буду смотреть ваш Таро прогноз на июль 2021 года. Работать будем сегодня с вами с двумя колодами. Первая у нас основная колода это Таро Барбары Мур, книга теней, два тома, как наверху, так и внизу. И вспомогательная колода это у нас Таро Ангелов. Итак, традиционно с вами посмотрим событийный ряд именно общей энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Запросим от карт совет и на Таро Ангелов мы с вами посмотрим акцент месяца, на что нужно будет в большей степени обратить внимание. Итак, начинаем. Общая энергия, что ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Итак, общая энергия месяца, луна. Луна это в первую очередь погружение вовнутрь себя. Это цель, задача прислушаться к своей интуиции. Это в первую очередь разобраться в каких-то внутренних комплексах, сомнениях и страхах. Это может быть в принципе, знаете, какой-то период неясности, нечеткости, непонимания, куда вам двигаться дальше, чего вы хотите. Карта может указывать на вопросы интриг, обманов, сплетен. Поэтому мы посмотрим, в чем конкретно здесь будет созвучен ваш аркан. Итак, ну луна и у вас десятка пентаклей. В первую очередь здесь может у вас проходить пополнение в семье, не обязательно у вас, допустим, у ваших родственников. Далее это могут быть какие-то памятные события, даты в семье, какие-то встречи, даже знаете, как совместные выезды на природу. Потому что луна, десятка пентаклей, это как объединение с близкими. Может здесь, конечно, присутствовать ситуация недосказанности, но я не вижу, чтобы здесь это в первую очередь негативно влияло на вас, либо на ваш эмоциональный план. Помимо всего прочего, у нас в связке с этим арканом зачастую может указывать на чистку от деструктивных, либо родовых программ, если у вас таковые имеются. И это будет действительно эффективно. Если мы с вами посмотрим вопросы работы, здесь падает старший аркан влюбленный, но, во-первых, он говорит, что вы движетесь в верном направлении. Здесь также могут быть попытки совмещать несколько видов деятельности, либо, знаете, как частично помогать своему партнеру, либо партнерше, если у вас таковые есть. Знаете, как подрабатывать еще и на их поприще, на их ниши. То есть что-то здесь, по крайней мере, пытаться курировать, помогать, что-то доделать, какие-то работы, сметы, отчеты. Итак, если на данном этапе вы в статусе неработающего человека, как вариант, вы в декрете, либо вы неработающий пенсионер, то данный аркан говорит о том, что вам есть на кого опереться. Здесь будет помощь близких, помощь партнера или партнерши. То есть аналогично для тех, кто, знаете, как бы в принципе на данном этапе, может, и не планирует работать, то есть вы не ищете работу. То есть у вас есть прочный тыл, и вы можете быть спокойны. Если вы в статусе соискателя, то данный аркан говорит о том, что ваши переживания беспочвные. Вот даже открывая перевернутая девятка мечей, бояться нечего, потому что с чьей-то помощью, поддержкой вам помогут в трудоустройстве. Если же вы являетесь наемным сотрудником, то здесь влюбленный и король Пентакли, во-первых, это как добавочные какие-то для вас будут обязанности, совмещение нескольких видов деятельности. И, безусловно, это отразится со знаком плюс на вашем заработке. Что здесь может быть еще? Еще в связке этих арканов это как двигаться в правильном направлении. То есть вас будут выдвигать на новую должность, на новые обязательства, тут новые возможности проходят. Если же у вас свой собственный бизнес, этот аркан показывает, что вы можете сказать соучредителя, помощника, или же развивать какую-то дополнительную нишу в структуре вашего бизнеса. Если мы с вами посмотрим финансовую сторону вопроса, пятерка кубков. Здесь, знаете, как сожаление и нехватка на желаемое. То есть какие-то есть планы, цели, задачи, чего-то хочется, но вы здесь будете сокрушаться, что не хватает денег. Давайте посмотрим, в принципе, на финансовый план. Будут ли здесь деньги, все ли здесь стабильно финансово или нет. Видите, по девятке жезлов деньги есть, но пятерка кубков здесь не потеет. Здесь она сидит, сокрушается, плачет, потому что очень хотелось воплотить какую-то цель, задачу или мечту. Потому что на это указывают ее блокноты, планирование, которое она здесь себе создавала. Соответственно, в июле вы будете осознавать, что не хватает денег в перспективе приобрести то, что вы хотите. И вот даже дно колоды, семерка кубков, это как искать дополнительные источники заработка. Вот, по сути, вас эта ситуация здесь и будет толкать для того, чтобы осуществить свою мечту. В плане состояния здоровья тройка кубков, это замечательное самочувствие, как эмоциональное, так и физическое. Это единственное, о чем карта здесь может говорить. Обращайте внимание на вопросы питания, даже может быть не сколько диета, а на вопросы своевременности приема пищи. Так, если мы посмотрим вопросы личной жизни. По личной жизни здесь падает колесница. Здесь все ровно, все стабильно. На развитие, движение вперед, новые перспективы, новые возможности. Ну, давайте смотреть для вас точечно, потому что все вы разные. Кто-то свободен, кто-то нет, кто-то в стабильных связях. Поэтому нам, соответственно, нужно прояснить эту ситуацию. Итак, на текущий момент для тех, кто свободный. Здесь, видите, колесница и солнце. Это как познакомиться на празднике, на отдыхе, на каком-то мероприятии. Либо по связке этих арканов это может быть еще открытие. Может быть, какой-то автопарк будет представлен. То есть автомобильный дилер будет представить, например, новую модель, какая-то выставка автомобильная может быть. Где вы, либо это может быть авторалли. То есть, знаете, как одновременно и праздник, и какое-то яркое такое выступление, на которое вы собирались. Вот здесь может произойти знакомство. Вот об этом вам говорят арканы. Причем, видите, тут два старших аркана. Для вас оно очень будет значимое. Для тех же, кто находится в любовных треугольниках. Давайте посмотрим, как для вас будет отыгрываться ситуация. У вас здесь колесница и восьмерка кубков. Это попытки взвесить все за и против. И я не могу сказать, что совсем уйти из этих отношений, но отойти. Объясню почему. Потому что, если смотреть на колоду, тут у вас идет желание разобраться в своих чувствах, эмоциях, вопросах привязанности. И проверить, насколько вы дороги для партнера, либо для своей партнерши. И, в принципе, нужны ли вам эти отношения. То есть, не являются ли они для вас отягощающим фактором. Потому что колесница, это когда вы одновременно в упряжке с несколькими. А по восьмерке кубков вам эта ситуация надоела. Ну, давайте посмотрим для тех, у кого стабильные связи, какова здесь ситуация, как она для вас здесь отыграется. Здесь колесница и семерка пентаклей. Это совместная цель, совместная задача. Это как собирать деньги, откладывать ресурсы на достижение какой-то цели. У кого-то по связке этих арканов это может быть поездка, у кого-то это может быть покупка автомобиля. Ну, либо еще, знаете, как откладывать финансы на переезд, потому что тут идет по связке карт. Но, тем не менее, для вас это какие-то существенные изменения. И вы крайне этого жаждете. Желание наполнить корзину, то есть собрать урожай, достичь своей цели. Если мы посмотрим карту совет, двойка жезлов. Все в ваших руках, дело спорится. Самое главное, должны понимать, под лежачий камень вода не течет. Соответственно, действуйте, делайте, и тогда все получится. Тем более, повторюсь, двойка жезлов это как брать больше работы. Это искать дополнительные источники заработков для воплощения своей цели, идеи или задачи. И тогда, безусловно, будет все получаться. Если мы с вами проанализируем, месяц для вас значимый, потому что и у вас энергии месяца, и работа, и личная жизнь. Падают старшие арканы, поэтому здесь будут перемены. Но, как видите, перемены положительного характера. Это уже радует. И мы с вами проанализируем и посмотрим, на чем вам необходимо сконцентрировать внимание. К чему нужно стремиться. Ох, король кубков, или он же Рошель. Это, в первую очередь, аркан, который вас призывает, знаете, к терпимости. Призывает вас, знаете, как в первую очередь, не быть, знаете, как непримиримым. Это, в первую очередь, аркан контактов. Устранение конфликтных ситуаций, помощи другим. Вот здесь кто-то будет крайне нуждаться в вашей поддержке. Ну, как следствие, вам придется эту поддержку оказывать. То есть не отказывать в помощи. Но помощь здесь, повторюсь, больше, знаете, как эмоционального плана, как поддержать. Вот, скажем так, к чему вам нужно стремиться. Ну, и свои какие-то, может быть, негативные эмоции, это, знаете, как контролировать. Не то, чтобы не выплескивать ни с кем этим не делиться, но не предаваться каким-то пессимистичным мыслям или настроям. Даже если сейчас у вас что-то не клеится, какая-то ситуация, то, как показывает этот аркан, пропишите даже на бумаге, что у вас не получается, почему и какие есть пути выхода и решения этой ситуации. Тогда, так сказать, вы увидите свет в конце тоннеля. Вот такой для вас выходит расклад. Давайте мы, безусловно, для вас его перекроем только позитивными арканами, чтобы для вас отыгрались только благоприятные цели, задачи и возможности, чтобы был отдых и были финансы на реализации задуманного вами и, соответственно, движение вперед. Пусть так и будет. Я искренне от всей души вам этого желаю. Для тех же, кого интересует обучение на картах Таро по системе Райдера Уэйта, либо индивидуальной консультации, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте ваши текстовые или голосовые сообщения на Viber или WhatsApp, либо я, либо мой админ Анастасия с удовольствием ответим на ваши вопросы. Шикарного вам месяца и до новых встреч!